В этот день, 17 декабря 1716 года, царь Пётр Великий второй раз прибыл в Амстердам. Как отметили голландцы, он держал себя так же просто, как 19 лет тому назад, когда он был здесь плотником. Это было второе путешествие царя Петра по Европе. 17 декабря 1735 года родился Валентин Мусин Пушкин, фельдмаршал, граф, герой русско-шведской войны. 17 декабря 1788 года русская армия под руководством фельдмаршала Потёмкина взяла важную крепость Османской Турции – Очаг. Крепость Очаков была одним из главных турецких оплотов на Чёрном море. При помощи французских инженеров были отгроханы мощные стены на валах, 300 пушек сверху, 30 пушек в ретрашементе, 20 тысяч гарнизонов внутри и мощный турецкий флот для прикрытия с моря. Со стороны же России к Очакову подошло около 50 тысяч солдат. Здесь собрался весь цвет русской армии – Румянцев и Потёмкин. А при последнем еще и будущие звезды 1812 года – Кутузов, Барклай-де-Тори, да еще сам Суворов. Где, когда, в одном месте собиралось столько гениев русского оружия. Кстати, именно здесь Кутузов получил второе пулевое ранение в район Глаза, оставивший навсегда отметину. Так что врачи только удивлялись, что тот выжил. Если бы такой случай передала нам история, мы бы сочли ее басней. Здесь тяжело в шее был ранен Суворов, да еще он рассорился со своим шефом, князем Потёмкиным. Словом, дело под Очаковым не было простой прогулкой. Но взятие этой твердыни должно было и стало громким событием во всей Европе. Кстати, Потёмкин рассоржался с Суворовым именно из-за того, что не желал кровавого штурма. Касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна. Я все употребляю, надеясь на Бога, чтобы он достался нам дешево. Потом организовал регулярную осаду. Однако вот настала зима и пришло с армии все же идти на приступ неприступного Очакова. Достался он и правда, недешево. Пять тысяч русских солдат погибло. Правда, их неприятелей и того в два раза больше. Петербург ликовал. Европа призадумалась. А турецкий султан Абдул Хабид I, узнав о поражении, умер от сердечного приступа. На все эти события русский пиит откликнулся строками. Уже по свету звук раздался от разрушения твоего. Стамбул вздрогнул, поколебался, грызет отчаяние его. 17 декабря 1926 года была проведена первая всесоюзная перепись населения. Как она показала, население страны Советов составило 147 миллионов человек. Первая и последняя перепись населения в Российской империи состоялась в 1897 году. Следующие первые советские были не совсем полноценные. Локально одна прошла в 1918 году в Петрограде. Потом в разгар гражданской войны в 1920 году. Вторая, сугубо городская, в 1923. Наконец, когда страна хоть как-то встряхнулась после революционных бурь, 17 декабря 1926 года состоялась первая общая всесоюзная перепись. Ее организаторами стали крупнейшие ученые статистики Квиткин и Михайловский. Никто больше в Советской России не делал столь проработанных и дотошных анкет. В них вносились данные даже о психическом здоровье. Перепись отличалась максимально широким охватом, отсутствием политизации. Правда, пока статисты обрабатывали обширные данные, прошло 3 года. И все же для еще бедной Советской России это было грандиозным успехом. 17 декабря 1942 года нацисты уничтожили Барановическое гетто. В общей сложности там было убито до 12 тысяч человек. В Советский Союз гитлеровская Германия вошла уже с твердым намерением раз и навсегда решить еврейский вопрос. Проще говоря, представители этого народа готовили к уничтожению. Технология была везде более-менее одна. Сначала на оккупированных территориях сгоняли евреев в одно место – гетто. Пару кварталов городской застройки, которые плотно-плотно добивали людьми. Спустя месяцы унижений и погромов гетто уничтожали вместе с жителями. Нечто похожее было в Барановичах. Часто немцы, полицейские устраивали в гетто проверки, грабежи, хватали узников и требовали выкуп. Приходилось платить. Однако люди исчезали, несмотря на представленный выкуп. Выходить из домов было строго запрещено. Любой полицейский мог открыть стрельбу после девяти вечера. Это вспоминала одна из тех жительниц гетто, кому повезло выжить. Считается, что из примерно 12 тысяч местных евреев конец войны увидит только 250. Однажды зимой 1942 года немецкая Айнзацгруппа ворвалась внутрь и расстреляла почти всех. Во время Холокоста на всей территории СССР были убиты около 3 миллионов евреев. 17 декабря 1959 года вышло постановление правительства СССР о создании нового вида войск – ракетных войск стратегического назначения. Таким был этот день 17 декабря.